Итак, речь идёт об индивидуальном проведении. Что с нами действительно происходит? Во-первых, может быть очень уместно снова сказать, что мы подразумеваем под этим. Мы уже неоднократно, по-моему, приводили пример, как человек пришёл на автобусную остановку, раз, и пришёл автобус. Что говорит? Ну, Ажгоф. Это проведение Творца. Видите, он подогнал мне автобус. Очень хорошо. Скажите, а что произойдёт, если мы подошли к автобусной остановке в тот момент, когда автобус уехал? Что мы скажем? Если мы люди религиозные, скажем, ну, Айзо Йоффи, как здорово. Смотрите, Творец как раз от меня этот автобус увёл. Потому что кому-то это нужно было быстрее. Он там тот самый, который для кого надо было, он там уже ждёт. Для людей, которые как-то странно смотрят на мир, давайте это так определим, для них Ажгохата Шем, проведение Творца, это тогда, когда им что-то дали. Получили. Заметили. Повезло. Преуспели. А когда всё это наоборот, что я перечислил, то как вообще забывают, какая-то невезуха, припишут другим людям, какая-то несудьба или ещё что-то. Человек, который изучает Тору, который живёт в жизни Тору, должен знать, что проведение Творца находится и в том, и в другом месте. Нельзя к вам сомнению, когда человек, он бежал, 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 бежал на автобус. И попал на него. И в нашей израильской действительности эти примеры, к сожалению, они реальны. Он так хотел попасть. И действительно автобус вдруг задержался, он добежал, постучал, ему дали туда войти. И через две минуты он взорвался. Это тоже, что мы скажем. А другой человек как раз именно сошёл. Тот, кто сошёл, говорит, а, Рибоныш, ты меня спас. Ну, а тот, который туда рвался, это тоже Аш-Гахаташи. То есть, что мы, во-первых, прежде чем мы начнём разбирать всё подробно, мы должны понять о том, что человек, он находится под провидением Творца. Провидение Творца, в конечном итоге, всё, что происходит с человеком, это связано с провидением Творца. Всё, что происходит с человеком. Это первое, что надо знать. Первое, что надо знать. Однажды я ехал со своим Равом. Точнее, не ехал. Мы должны были попасть с одного места в другой. Машины не было. Мы за городом были. И стояли на такой уже остановке, где уже начало темнеть. Уже особенно машин не было. Автобусов не было. И Рав поднял руку. И остановилась машина. Сидел там светский человек. И первая фраза была, вы не представляете, запомнил очень хорошо. Он говорит, и только не скажите, что у вас была Аш-Гаха. Что это вам Бог меня послал. Это я сам выбрал вам остановиться. Творца промолчал. Не надо ему ничего доказывать. Но, по-видимому, это картина с точки зрения человека, сидящего в машине. Но если посмотреть на всю эту картину с высоты полета, сверху вниз, то картина не так выглядит совершенно. Тот факт, что он поехал именно сейчас, в этот момент, именно этой дорогой, именно сейчас, вдруг ему понадобилось туда куда-то ехать. И в этот момент он не прозевал, не просто-то, он же мог слушать радио в этот момент, говорить по телефону, говорить, нет. И вдруг ему никогда не останавливался, как потом выяснилось. Спросили его, ты все время останавливаешься всем? Говорит, нет, не всем останавливаюсь. Вам что-то, вот захотелось всего. Только не скажите, что меня вам послали. Есть понятие, называется ажгахаташин. Теперь, в этой теме есть еще много вопросов, о которых мы сейчас не коснемся, впоследствии мы коснемся. Заранее просто говорю, что оно не существует. Каким образом Творец, до какой степени он делает это проведение человеку? Оказывается, что есть градации. Есть градации. Есть много мнений мудрецов по этому поводу. Эта тема тоже сама по себе очень непростая. Надеюсь, мы ее коснемся к концу этой главы. Она касается того, как Творец присматривает людей, в какой степени. Оказывается, что тоже не всех одинаково. Есть которых изначально, а есть которых постфактум. Знаете, это как гражданин в нашей стране. Не все граждане равны. Вы обратили внимание, что есть граждане, три джипа впереди ездят, и три позади, и с автоматами. Его охраняют до того, как. Есть такие. А есть такие, на которых ограбят. Так для них существует полиция. После того, как вас ограбят, вы можете им позвонить и сказать, меня ограбили. Так они приедут. Вас тоже охраняют. Но только, называется, после того, как. И есть много других возможностей. Мы тоже эту тему обсудим. Она тоже связана с проведением человека. А пока, пока. Мы с вами займемся непосредственным, давайте, текстом. И поймем постепенно причины, что с человеком происходит в его жизни. Как мы уже сказали, не все, что с ним происходит, это причина его непосредственных поступков. Его выбора в этом мире. И, как следствие, то ли наказание, то ли вознаграждение. Итак, начнем читать текст. Говорит Рамхаль так. Мы уже говорили о том, что порученное человеку служение зависит от того, что в мире сотворены добро и зло, и человек помещен между ними, чтобы выбрать добро. Так как мы знаем, что Рамхаль, он пишет свою книгу от причины к следствию, точно, точно нам объясняя, что из чего исходит, то он напоминает нам, откуда все начинается еще один раз. В принципе, эти слова, если бы мы помнили хорошо все, что было сказано до этого, их не надо было бы говорить, но дедуктивно, верно напомнить нам, с чего все начинается. И действительно, если мы что-либо хотим понять о человеке, все у нас начинается с понятия свободы выбора. А, и почему свобода выбора? Это еще раньше, тема, к которой мы уже не будем к нему возвращаться. Но надо знать, что вся суть пребывания человека в этом мире, она связана с его свободой выбора. И свобода выбора между чем и чем? Как общее определение между добро и зло. И тогда в чем суть пребывания человека в этом мире? Чтобы человек, он выбрал добро и устранился от зла, и тем самым достиг цель своего творения. Видите, простые формулировки, оловая, чтобы они были правильно и до конца поняты. Снова читаем, что говорит Ромхаль. Повторяем, мы уже говорили о том, что порученное человеку служение, то есть цель, для чего он пришел в этот мир, зависит от того, что в мире сотворены добро и зло. И человек помещен между ними, чтобы выбирать добро. Но категории добра, как и категории зла, весьма многочисленны. Весьма многочисленны. Снова, если напомним в прошлые материалы, мы говорили, для того, чтобы создать выбор человека, не просто его нужно привести к простому выбору. Ну вот тебе хороший поступок, плохой, один единственный в жизни, вовсе нет. Это не является выбором. Это чересчур открыто, в этом выбора никакого нет. Для того, чтобы у человека был выбор, нужно создать систему, в которой он вообще ничего не понимает. То есть суть его в чём? Это полностью скрытие Творца. Полностью скрытие Творца. В чём оно проявляется? Тоже много раз говорили. В множественности. Ведь суть Творца – это единство его. Скрытие единства, множественность. Чем больше будет множество факторов, множество деталей, множество событий, тем больше есть скрытие Творца в этом мире. Поэтому, когда человек, он, когда человека поместили в эту систему добра и зла, то и категории добра и зла, они многочисленны. То есть в мире должно существовать много частей зла, много частей добра. Того и другое. То есть всё это должно быть очень многочисленным. При этом это включает и наш мир материальный. Хотя явно перед носом мы это не замечаем и не видим. Но надо знать, что весь наш мир материальный. Я напоминаю, вот говорили об этом только в одном слове. Странным образом мир материальный, да, физика, химия, всё связано почему-то с этическим поведением человека. Это одна из самых больших революций, по-видимому, которые Тора привнесла в этот мир. И требует отдельного рассмотрения, осмысленного этого. Но так или иначе, тот факт, что наш мир материальный такой, какой он есть, а причиной этого, чтобы у человека существовала свобода выбора. Чтобы существовали категории добра и зла в этом мире. То есть первая причина, она находится в другом месте. Не так, как полагают учёные, как полагает в основном человек, который имеет атеистические взгляды в этом мире. Продолжает Рамхали говорить. Ну, категории добра, как и категории зла, весьма многочисленны. Ведь всякое хорошее качество относится к добру, а наоборот, плохое. Да? Очень хорошо. Всякое хорошее качество относится к добру, а наоборот, плохое. И таких качеств очень много. И часть из них относится к добру. А другие, которые находятся к плохому, к злу. И дальше приводит Ромхан примеры, чтобы сразу стало ясно. Например, гордость из категории зла. А скромность из категории добра. Милосердие из категории добра. Противоположенность ему жестокость. Умеренность и довольство своему делу. О, из категории добра. И обратно этому качеству из категории зла. И так во всех остальных деталях качеств. То есть, если мы пройдемся по всем составляющим этого мира, мы увидим, что все они попадут в одну из двух категорий. То ли это категории добра, то ли это категории зла. Единственное, что нужно предупредить. Чтобы у нас не появилось впечатление, что весь мир он черно-белый. Истинное понимание таковое. Мир действительно черно-белый. То ли добро в мире есть, то ли зло. Но там, где мы находимся, на нашем уровне, туда, куда нас опустили, куда мы упали после первородного греха, тут нет исключительного добра. 100% и нет исключительного зла 100%. Просто я это в скобках замечаю, чтобы попутно мы что-то не попутали. Вот, например, посмотрите, как тут сказано. Ведь все хорошее качество относится к добру, а добро, а наоборот, плохое. Например, гордость из категории зла. Теперь, есть примеры, когда гордость, она не из категории зла. То, что касается служению Творца, то есть вид гордости, который должен быть необходимый в служении Творцу. Или, например, то, что мы называем «анава». Тут ее перевезли «скромность». Еще одно какое-то слово, все время забываем на русский язык. Смирение. Может быть, смирение называется. Скромность. Анава. Это качество самое высокое для нас. Оно относится к категориям добра. Но мы знаем, что есть ситуации, в которые человек не должен быть скромный. Пример, самый вопиющий, который у нас есть, и старый, это царь Шауль. Шауль, царь Шауль был очень-очень скромным человеком. Очень-очень такой, устранялся от всего, никогда не хотел выделяться. Но когда его послали на войну, и когда народ хотел простить Амеликитян, и хотел оставить их не скот, и самого царя, то что он должен был быть? Он должен проявить свою царскую волю и настоять на том, что нет, надо это все уничтожить. То есть, есть примеры, когда скромность, она излишняя. Является не добром, а злом. То есть, мы видим, что тут у нас, в этом мире, не все черно-белое. Тут есть много-много-много-много серого света посередине. То же самое с милосердием. Она из категории добра и противополочного жестокость. И снова, милосердие, конечно же, это полное добро. Но если, помните, пример все время приводили медсестры, которая кажется милосердной, и не захочет сделать больно человеку, у которого рана, не захочет ему делать больно, он умрет от гангрены. Она не захочет ему делать больно, она милосердна, что я же не хочу. Она ему только раз скальпляла, ай, болит. Он говорит, ну что, я же тебе ничего не буду резать. Никакой прикасаться не буду, тебе болит, умирай. Это милосердие плохое, то же самое жестокость. Иногда нужна жестокость, иногда нужна милосердие. То же самое умеренность и довольство своему делом из категории добра и обратному качеству к категории зла. И так во всех остальных деталях качества. Тут интересно, слово категория, на самом деле это надо перевести качество. По-русски это называют, на языке таре это медот. Меда от слова лимдот. Лимдот, лимдот это то, что можно измерить. То есть любое качество, оно по сути не хорошее, не плохое. Если оно в нужную меру, так как Творец повелевает, значит оно хорошее. Если оно выходит за эти рамки, оно становится плохим. Вот это истинное понимание того, что тут сказано. И когда тут сказано, что всё в мире разделено на две категории хорошего и плохого, это имеется в виду, это имеется в виду в общем. В общем. И там, особенно там наверху, картина, она действительно чёрно-белая. Единственное, что надо тут разобраться в этом. Что действительно относится к чёрному, что к белому. Поэтому и гордость, порой бывает, она не хорошая, а скромность может быть в категории нехорошей. Но как в целом, гордость относится к злу, а скромность к добру. Милоседия к добру, а противоположность этого жестокость к злу. То, что говорит нам Рамхан. Всё разделено в этом мире. Продолжаем. Высшая мудрость отмерила все детали качеств, которым следует быть, возможно, в природе человека, согласно основной цели. Произвела все эти качества, всех их аспектов, их причины, следствия, всё, что их сопровождает, установило их, возможно, в человеке. Нас как-то... Мы с детства ко всему привыкаем и не осознаём даже самые простые вещи. Почему все эти качества, которые в человеке, должны быть в нём? Спросите, почему вы завидуете? Завидуясь? А почему должна быть зависть в мире? Для чего обижаться? Для чего делать милосердие? Для чего самопожедствование? Для чего высокие идеалы? Для чего мораль? Мы не спрашиваем эти вопросы. Видите, тут все эти гориготия перечислены. Но они все сотворены для одной единственной цели. Чтобы дать человеку выбор. И не просто выбор, а чтобы это был выбор, что называется, такой, знаете, во все стороны. Чтобы было множество, многообразие выбора было. Это то, что он хочет сказать. Должно быть много всего. Много всего. Поэтому оно сотворено. И все, что сотворено, для нас есть точный, ясный смысл. И все находится в своём месте. Как видите, как тут сейчас сказано, снова прочтём. Все для одного единственного, чтобы дать выбор человеку. Высшая мудрость отмерила все детали, качества, которым следует быть возможным в природе человека согласно основной цели. Слышите, что тут сказано? Торий сотворил все составляющие в человеке. Для чего? Почему? Для чего? Согласно основной цели. Для чего он сотворил? Согласно цели человека. Произвелась эти качества во всех их аспектах. Оказывается, тут надо не просто так и только скажите хорошее и плохое. Тут много-много аспектов. Гордость, скромность, милосердие, жестокость и так далее. Их много-много-много-много-много. За всех аспектах. Их причины и следствия. Всё, что их сопровождает. И установило их возможность в человеке. И дало, поместил это в самого человека. Чтоб он имел вот эти испытания. Пока мы говорим о том, что изнутри человека. Чтобы была возможность испытания. Чтобы были возможности от его испытания. Поэтому он сотворил этот гигантский мир. Со всеми миллиардами-миллиардами деталей. Чтобы человек находился в возможности выбора в этом мире. Однако, продолжает Рамхар. Чтобы все эти вещи имели место. Были необходимы различные состояния людей. Служащие для них испытания. О! Очень хорошо. У нас всё это есть. Гордость есть. Скромность есть. Милосердие есть. Жестокость есть. Всё-всё. Умеренность. Всё-все качества в нас есть. Секундочку. Но где они есть? В потенциале. Теперь что нужно создать? Теперь нужно создать то место. Полигон. Где это всё проявится. Человек натренировался, натренировался. Умеет, я не знаю, это там стукать по груши. Но ещё ни одна физиономия не попалась, чтобы стукнуть его как положено. Чтобы увидели, что он умеет. Человек начитался, читал много о добре. Но ни с кем пока ещё добра не сделал. Значит, кто нужен? Что нужен? Нам нужна целая колоссальная система вокруг, посредством которого человек сможет осуществить то, что Творец в него вложил. Эти состояния, продолжает Ромхаль говорить, должны создать пространство для проявления всех деталей, категорий зла и преодоления их человеком, чтобы держаться хорошей качеством. Другими словами, Творец сотворил вначале потенциал всего, все человеческие качества, вожделения, желания. Всё это находится внутри человека. А теперь что нужно? Теперь огромный полигон, где всё это проявится в ту или иную сторону. Чтобы мы хорошие качества сумели проявить и не сдерживали их. А плохие качества, наоборот, умели бы сдерживать, а не проявлять ли их при первом удобном случае. Поэтому всё в мире сотворено вокруг. И это расшифровка всего для испытания человека. Поэтому мы видим вокруг самых разных людей. Есть люди умные, есть люди глупые, есть люди богатые, есть люди бедные, есть люди несчастные, здоровые, есть нездоровые. Всё-всё-всё перед нами как бы какая-то запутанная картина. Почему это так? Почему? Для того, чтобы создать человеку вот это пространство для выбора. И продолжает Ромхаль, говорит, объясняет это в нескольких предложениях. Например, если не будет богатых и бедных, то в человеке не будет места ни для милосердия, ни для жестокости. Есть у нас внутри, Творец дал нам качество милосердия и жестокости. Всё, отлично сидит, я милосердный. Я жестокий. Но если я буду на необитаемом острове жить, то я никогда это не проявлю. У меня нет по отношению к кому. А где может, один из примеров хороших, где может проявиться эти качества? Если у нас будет существовать возможность, что есть один богатый, один бедный, и тогда что? И тогда что? Это даст колоссальное испытание. Продолжает Ромхаль, говорит. Но сейчас, поскольку они есть, будет испытываться богатый своим богатством. Как он будет испытываться? Проявит ли он жестокость к бедному? Нуждающимся в нём? Или же пожалеет его? И таким? Это испытание богатому. Ну, скажите, это только богатому испытание? А когда мы идём по Мяша Риме, и кто-то протягивает руку, какая мысль у нас приходит? Он наверняка богатый. Чему давать? Или как одет? Или типа этого, чего вообще разврасываются деньгами? Кто сказал, что это нужно? А может быть, я ещё больше нуждаюсь. Единственное, что я не протягиваю пока руку. Хотя должна была. Это тоже испытание. Но для нас, может быть, меньше. Нам меньше дали. Сменьше нас спрашивают. Всему, кто много дали. Богатому человеку. С него много-много спрашивают. Он действительно поможет? Пожалеет? Или он сделает вид, что он не видел, не в курсе дела? Есть дома богатых людей. Вы туда не подойдёте. Вы вообще не подойдёте туда. Там заборы и фотокамеры, телекамеры. Вас фотографируют. И только издалека кто-то говорит, кто там? Это в том случае, если вообще кто-то, человеческий голос появится. А в основном вы нажимаете на кнопки, никто не отвечает. Никуда не попадет. Интересное дело. Много лет назад у меня был очень интересный опыт. Раф послал нас собирать деньги. Я должен сказать, что точно так же, как и для мужчин, идти в Милуимы – это большое испытание. Очень важное такое. Оставить дом и вдруг оказаться где-то в какой-то палатке, где-то, не знаю, в заброшенном месте. Под облаками, под звёздами. Как-то начинаешь видеть перспективу своей семейной жизни по-другому. Так и наши отношения к деньгам, к благосостоянию, ко всему. Вообще к видению всего это, там, богатых, бедных. Очень хорошо проверяют, если пойти, если оказаться нуждающимся. Слава нас рад стучаться по квартирам и собирать деньги. Это был раз в году. Интересно, что часть не захотели пойти. Это не по мне. Что ж, знали, это уже тоже много человек понял о самим себе. Если ему тяжело идти, ему очень тяжело унижаться. Теперь надо сказать, что действительно это было большое испытание. Но я это говорю к чему? Что мы были в двух районах. Один район богатый, вилл. А другой один из самых бедных районов в Иерусалиме. Ответ, я надеюсь, вам совершенно ясен, очевиден. Мы собрали в сто раз больше в бедном районе. Все двери были открыты. Все нам давали. Еще и благословляли нас. Благодарили, давали нам попить. Улыбались. В богатом районе из ста дверей нам открыли в двух. Посмотрели. Дали нам по пять шекелей. Сколько там это было. И сказали нам до свидания. Большое испытание. Богатство это большое испытание. Теперь вы думаете, богатство это испытание. А бедность это не испытание. Точно так же. Продолжает Рамхаль и говорит, и так же будет испытан бедный. А в чем испытание бедный? Будет ли он довольствоваться тем, что у него есть? И возблагодарит Всевышнего? Или наоборот? А что наоборот? Что наоборот? Будет проклинать каждый день. За что мне такое? А почему? А вот посмотри. А вот он-то. А у меня ничего нет. Это и есть испытание. Человек все время говорит, если бы меня послали. Какого вы послали? Человек постоянно находится в испытании. То ли богатство, говорит Рамхаль. То ли бедность. Это испытание человека. Помните, мы это еще учили в книге Мсилат и Шарим. Снова-снова. Первая глава. Все испытания. И еще. Смотрите, он продолжает и говорит. Будет богатство еще. Продолжает Рамхаль говорит. И еще будет богатство испытанием для богатого. Возгордится ли из-за него. То есть не только качество милосердия проявляется ли жестокости. Эй, секундочку. Богатство позволяет проявить еще одно качество. Возгордится ли за него. Потянется ли за суетом мира. Оставив служение Творцу. Да будет он благословен. Или со своим. Или со всем своим богатством. Он будет скромен и покорен. И презреть суету этого мира. Избрав твор и служение. И так у всех других частей. Действительно, мы видим, что есть люди, которые разбогатеют. Мягко говоря, чуть ли не сошли с ума. Они стали даже ходить по-другому. У них как-то вообще шея такая, знаете, стала такая. Пошире. Практически голова не поворачивается. Они медленно, медленно, так уже, знаете, очень важно. Поворачивают головой. Полностью все изменились. Ходят как павлины. Знаете, очень важные люди стали. Особенно те, которые стали. А те, которые были, по-видимому, так уже, по-видимому, от папы привычку переняли. Так или иначе, есть такие, а есть совершенно другие. Испытания, которые богатство дает человеку. Это не только испытания милосердия или жестокости. Это испытания, а как ты сейчас себя ведешь. Ты стал человеком высокомерным. Ты теперь порвал со всеми своими друзьями. Вообще никого не видишь, никого не замечаешь. Только там всех своих, так сказать, кто там, согласно миллионам. Там есть прослойки. Прослойки по 100 миллионов. Прослойки по миллиарду. Прослойки. И там меньше с этим вообще не разговаривают. По-видимому, с точки зрения безопасности, действительно, это оправдано. Но даже там, между ними, кто ты? Есть люди, которые возвысились. И с ними невозможно говорить. Они перестали быть людьми. Они не прошли испытания. А есть люди, которые, став богатыми, получив власть, они не изменились. Они остались людьми. Они остались людьми скромными, понимающими, что не они причина того всего, что они добились. Дали им это испытание. Рассказал вам историю про двух братьев еврейских. Несколько братьев еврейских. Которые были очень богатыми людьми. И которые на каком-то этапе, это современная история, они разорились. И они были одни из самых больших филантропов в еврейском мире. Давали гигантские суммы на еврейскую жизнь. И когда они разорились, а к ним пришли с вопросом, у вас нету никакого осадка какого-то плохого, все-таки вы же всегда помогали Творцу. Они говорят, нет, никаких абсолютно нет. И объяснили это. Вначале Творец дал нам испытание богатства. И ощущение такого, что мы его выдержали. Если мы его прошли, то теперь нам полагается испытание в этом мире бедности. Это подход еврейский ко всему. Это настоящий подход. Итак, продолжая дальше. Но основное, только давайте не будем терять линии рассуждений, Творец создал колоссальную систему, многообразную систему всего в этом мире. Частично в самом человеке. А всю остальную часть вне его, чтобы одно спровоцировало другого. И тогда то, что многообразие, которое есть в душе человека, оно смогло выйти в явную форму, реализовать себя. Если милосердие, чтобы я мог стать милосердным. А жестокость, например, я не буду жестоким. У меня есть все возможности возгордиться. И я не буду гордым. Продолжая там Халли говорить, Выше мудрость разделила все эти аспекты между представителями рода человеческого, как почитала в глубине своего замысла подходящим и достойным. О, вот это самое-самое. А кому какое испытание? Естественно, человек что бы хотел. Если можно, да, я прошу прощения, но если можно, мне, пожалуйста, испытание богатства. Я бедностью вытерплю, пройду, пройду. Мне лучше богатство. А богатство это гораздо сложнее, кстати говоря. Гораздо сложнее. Это все скрыто от нас. Это только там, там глубина мудрости, замысла Творца. Оно устанавливает все достойное, подходящее кому что. Снова, когда мы видим всю картину, тогда все становится понятно, почему этому богатство, а этому бедность. Почему этому здоровье, а этому вечные какие-то на костылях. Оттуда все ясно, там вопросов нет. У каждого человека, как мы сейчас поймем, есть своя роль. Видите, продолжает, Рамхали говорит, получается, что у каждого человека есть особая доля в испытании и войне со злым началом. И это его назначение, его ножа в этом мире. Ой, 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 ой. Ну, мы сейчас пришли уже к очень существенной части всего. Говорит Рамхал, что вот это вот кому что полагается, кому какое испытание в этом мире, оно скрыто от наших глаз. Это только глубина, глубина замысла Творца. Там, там оно содержит это в себе. Но, что за этим стоит? Что мы, да, можем понять? Мы можем понять, что у каждого человека есть своя роль в этом мире. Особая доля в испытании. Своё назначение, как вот он говорит, роль. Вот, вот эту, согласно этой роли, и устанавливается нам то ли богатство, то ли бедность, то ли беспокойствие, то ли спокойствие, то ли всё, 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 что с нами происходит, оно устанавливается сверху вниз, подчёркиваю, сверху вниз, вне какой-либо связи с поведением самого человека, а только согласного роли устанавливается только наверху и спускается сверху вниз. Ещё и по-другому, помните, называют анагата-мазаль. Назаль называют управление судьбой, назаль, судьба. Она, от слова «нозель», она спускается, она льётся сверху вниз. Снова возвращаемся к тексту. Получается, что у каждого человека есть особая доля в испытании и войне со злым началом. И это его назначение и его ноша в этом мире. Теперь обратите внимание, что к понятию «особая доля» и назначение всё время как-то такие добавки. Есть война со злым началом, а потом и ноша в этом мире. То есть две составляющие есть, в чём, что тут написано. Одно составляет, что человек получает роль. Это одно испытание. Согласно этому, многое другое получает. Теперь, какое дополнительное, которое есть, а как ты её нанести будешь? Будешь пыхтеть, стараться, будешь стараться, чтобы она у тебя была. Да или нет? Да или нет? И тогда, что мы знаем? И мы знаем о том, что всё, что посылается на человека в этом мире, всё посылается с абсолютной точностью. Всё точно соответствует, согласно тому, что человеку изначально выдано. Не больше и не меньше. Не больше и не меньше. Точно так же, как если мы видим, что есть у нас вьючное животное, скажем, осёл, то на осла мы повесим, я знаю, столько-то килограмм. Если это будет верблюд, на верблюда гораздо больше повесим. Машина маленькая, мало. Машина большая, но вести много тонн. Всё зависит от того, изначально, какую человеку роль дали. Согласно роли, основной которой роль есть, мы получаем всё остальное. Мы получаем, у каких родителей мы родимся, будем высокие или низкие, будем широкие или узкие, будем много весить или мало весить, будем умные или глупые. Всё спускается сверху вниз, богатые или бедные. Будет у нас беспокойство или спокойствие. Всё, 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 человек получает, согласно своей роли, которая у него есть. И согласно, в конечном итоге, в оборьбе с злым намчалом и ноша, которая у него есть в этом мире, да, ноша, 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 которую он получает в этом мире, согласно своей роли. Он не может это изменить. У нас есть примеры, когда в Талмуде сказано, что один из мудрецов жаловался, что он настолько беден, что он уже не может это вытерпеть, на что ему ответили свыше о том, что для того, чтобы ты разбогател, нужно разрушить весь мир полностью, сотворить его заново, и тогда иди, знай, может быть, твоя судьба будет другая. Он же должен выстоять в этом испытании, как оно есть. Его деяния будут судимы правосудием Всевышнего, согласно ноше, которая была на самом деле дана человеку во всех её аспектах и с предельной точностью. Это то, о чём мы говорили. Даётся человеку роль, согласно этому он получает все средства для осуществления этой роли, и тогда ему посылается испытание. Она есть та самая ноша, которую человек несёт в своей жизни. Это и есть та самая ноша. Все его страдания, все его проблемы. И у меня такие дети, и у меня такие дети. У меня такая жена, у меня такой муж. Вы не знаете мою маму, вы не знаете моего, я знаю, тестя. И у нас есть много-много-много, у меня машина всё время ломается. Всё, что у человека происходит. Это связано с его непосредственной ролью, которую он получил в этом мире. Это его роль. На что это подобно, говорит Рамхааль, это подобным слугам царя, которые все находятся в его подчинении. И все они вместе должны исполнить службу его царству. Он даёт каждому из них какую-то часть работы. Так что общими усилиями будут завершены все необходимые ему части. И на каждом из слуг лежит исполнение той части службы, которая передана ему. И потому, как он исполнит полурученное дело, воздаст ему царь. Тут картина, которая есть, это картина общего понимания, почему есть неравенство, почему есть распределение всяких этих целей совершенно разной. Почему? Потому что каждый из нас призван служить Творцу по-разному. Подобие этого, как в царском дворце, есть много слуг, и каждый из них выполняет совершенно разную функцию. И согласно этому ему и дают все средства для этого осуществления. Субтитры создавал DimaTorzok